Ау! А что, подбросила? Фух! Всем привет! Вы знаете, я вас хочу вот прям сразу предупредить, что это видео не будет каким-то особенно полезным. То есть здесь не будет какой-то важной информации, не будет какого-то очень полезного обзора. Просто это видео в стиле «Собирайся со мной». Я хочу сделать, как мне кажется, у меня должен получиться очень красивый макияж, и меня вдохновило на создание этого видео, вернее, вдохновило пигмент, который я нашла в своей коллекции. И я сейчас говорю о пигменте от «Тами Танука», который называется «Дух стрекозины из-за пруды». Это такой как лилово-фиолетовый пигмент, но у него вот эти мелкие блесточки, и я его не могу открыть, потому что руки кремом намазала. Так вот, мы остановились на том, что это такой как лилово-фиолетовый пигмент, но у него бирюзовые, наверное, вот я бы их назвала так, ярко-бирюзовые блестки, очень-очень мелкие. И для этих целей я достала свою любимую палетку именно в такой гамме лилово-фиолетово-розовой, и это палетка от «Makeup Revolution», которая называется «Dragon's Heart». В общем-то, как-то так. Давайте, наверное, приступать. Я начну с верхнего века, и здесь вместо базы я использую консилер от Tarte Shape Tape. И закреплять этот консилер я буду пудрой от Golden Rose. Тоже опять я как бы освежила ее в памяти, вспомнила, как я ее люблю. Это пудра на основе крахмала. И я поняла, что на основе крахмала, наверное, одни из самых мелкодисперсных пудр. И я для себя поняла, что мне вот как раз такие крахмальные, наверное, нравятся больше всего. Но вот эта пудра, она реально, вот как только она растушевывается, особенно спонжем, она растушевывается просто в ничто. Она как будто исчезает просто на коже. Первым оттенком я возьму вот этот вот на растушевочную кисть. И, кстати, многие меня просят вот в такого рода видео приближать немного камеру для того, чтобы лучше можно было рассмотреть макияж. Но, вы знаете, я люблю именно вот такие вот «собирайся со мной», да, в кавычках, делать именно общим планом. Потому что я не считаю, что это какой-то особый урок макияжа, да. Я вам потом в любом случае в макро покажу, как будет выглядеть финальный результат этого макияжа. Именно технику этого макияжа вы уже давным-давно знаете. Это 100%. Здесь просто может комбинация оттенков отличаться, но я вам в любом случае показываю, какие оттенки я использую. То есть, по большому счету, как мне кажется, именно в таких видео не особо важно сосредотачиваться именно на уроке. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Напишите мне об этом в комментариях. Если достаточно много я получу комментариев о том, что нет, я не права и все-таки лучше приближать, ну, тогда, наверное, я свое решение все-таки пересмотрю. Та же кисть, но теперь более насыщенный розовый оттенок. И, кстати, знаете, что я заметила в последнее время? Тренды все-таки очень сильно влияют на наше сознание. Как бы нам того не хотелось и как бы мы не любили это отрицать, но, по крайней мере, вот я сейчас могу говорить о себе. И я, наверное, последние года три вам рассказывала о том, что я люблю только теплые макияжи, только теплые тени. Плюс это еще так модно. И, в общем-то, все мы должны чуть ли не только эти оттенки использовать. И прям чувствовалось раздражение некоторых людей, что, ну, как вообще? А у меня холодная внешность. Я хочу холодные оттенки. Почему никто не делает палетки с холодными тонами? И вот сейчас, куда ни глянь, везде появляются холодные тона и все больше и больше. И при всей моей огромной любви к теплым оттенкам, и я их до сих пор очень люблю и считаю все-таки гармоничными для моей именно внешности, но насколько часто я начала делать все-таки холодные макияжи? И это все вот эти проделки маркетологов. То есть они нам внушают то, что сейчас модно делать холодный макияж. И я просто как зомби вот уже начинаю его делать. Хотя, на самом деле, вот как я и сказала, я больше люблю теплый макияж на себе. Он на мне выглядит гармонично, особенно когда он не темный, а именно такой в средних тонах. И каждый раз, как бы меня не убеждали в обратном, как только я делаю такого рода макияж, я получаю максимальное количество комплиментов по поводу макияжа. Но в то же время у меня зеленые глаза, поэтому вот такая вот гамма очень контрастно выглядит на фоне моих глаз. Поэтому я как бы не очень сильно возмущаюсь по поводу этого тренда. Так, ну я уже конкретно розовая. По-моему, пора уже этот макияжец затемнять. И я возьму вот этот вот оттенок с краешком. И вот, кстати, я это все анализировала и тоже хотела вам об этом рассказать. Макияж всегда на любой внешности может выглядеть либо органично, если это родственные оттенки, либо контрастно. И я это говорю к тому, что в принципе при правильной насыщенности, при построении правильной формы и прочих вот этих вот компонентов нет таких людей, которым идет исключительно какая-то определенная гамма. То есть в любом случае мы можем играть либо на контрасте, либо на органичности. Но все-таки есть такой небольшой процент людей, с которыми это очень сложно. Особенно вот в наших странах вот есть девушки такой исключительно славянской внешности, у которых абсолютно все черты лица светлые. То есть они натуральные блондинки, у них светлые брови, светлые глаза, очень светлая холодная кожа. Вот таким сделать теплый макияж, чтобы это им шло, очень трудно. И я вот, кстати, вспоминаю, вот сейчас затронула эту тему и вспомнила, что когда я только-только начинала визажировать, у меня опыта сильно много не было, были какие-то общие понятия. И вот как раз-таки у меня была такая клиентка, вот как раз как я и описала. Ну я как бы обратила внимание только на то, что у нее голубые глаза, а у нее именно такие как небесно-голубые глаза, очень красивого цвета. И что-то мне так подумалось, что их классно оттенят как раз-таки вот такие вот рыжие какие-то тона, то есть теплая гамма. Ну в теории да, потому что по цветовому кругу как бы все совпадает. Но все-таки вот я начала делать ей макияж, и я сейчас, кстати, возьму вот этот вот оттеночек. Я начинаю делать ей макияж, и я понимаю, что у нее глаза начинают выглядеть очень заплаканными. То есть внешность получается какая-то больная. А до этого вообще, в принципе, Одесский регион здесь больше теплого подтона. Здесь частично даже такой, как среднеземноморский типаж, то есть очень много смуглых девочек, очень много не смуглых, но тех, которые постоянно делают себе автозагары и вот что-то такое. То есть как бы типажи такие достаточно темные попадаются в основном. И поэтому я как бы к такому раскладу, как будто даже морально было не готова, и я начинаю делать ей макияж, и я вижу, что мне не нравится. Но вот это для визажиста, наверное, самая ужасная ситуация, когда где-то что-то там ввиду какого-то своего незнания ты начинаешь делать, ты видишь, что получается плохо. Но по сути очень сложно признаться, не скажешь же клиенту, ой, что-то не получилось, идите умойтесь, и я сейчас заново начну. То есть как бы с этой ситуацией просто приходится выкручиваться. Я думаю, начинающие визажисты меня очень хорошо в этом поймут. Короче, я начала наслаивать там какие-то более холодные оттенки, что-то, короче, как-то выкручиваться в итоге. Ну, я, естественно, выкрутилась. Я не думаю, что ей не понравился макияж. Она его потом и в соцсетях выставляла, и как бы красовалась там с ним. Ну, то есть ей понравился. Но для меня это, конечно, было вот действительно такое открытие, когда действительно я поняла, что ну вообще вот бывают такие ситуации, когда вот идет только какая-то конкретная гамма, и все. Для затемнения внешнего уголка я, наверное, буду вот эти два оттенка использовать. Наступило время вот этого фиолетового оттенка. Он очень красивый. Я, кстати, не помню, как он наносится. По-моему, его даже смачивать не нужно, насколько я это помню. Да, все я правильно помню. То есть он наносится очень пигментированно. А на стыке между вот этим фиолетовым и моей растушевкой я нанесу еще вот этот вот оттенок. И он как раз хорошо, как мне кажется, уйдет в эту более темную растушевку. Ну что ж, настало время магии. Теперь я хочу взять этот пигмент, но перед этим мне нужно нанести базу. В качестве базы я буду использовать, конечно же, NYX, базу под глиттер. Одна из, наверное, лучших и самых доступных баз. И я ее больше всего люблю не пальцем наносить, а вот так вот чуть-чуть на руку. И потом, если я найду хоть одну кисточку, которая мне подойдет. И потом вот так вот слегка распределять по руке и ровным тонким слоем по кисти. После чего вот так вот буквально чуть-чуть похлопывающими движениями там, куда я буду наносить этот пигмент. И сразу, не теряя времени, собственно, пигмент и наношу. Нет, ну это все-таки вообще абсолютно невероятно, как вот такие вот пигменты могут просто преображать макияж. Почему, собственно, пигменты всегда гораздо более красивые? Потому что тени в момент того, как они прессуются, они теряют вот эту свою насыщенность, потому что вся эта слюда, весь этот перламутр, который, собственно, и дает вот этот блеск, в спрессованном виде сразу становится гораздо более блеклым. На нижнее веко мне нужно нанести консилер, и я все хочу добить Maybelline свой. Черт, я забыла нанести праймер. Ладно, уже будет тогда без праймера. У меня даже и консилер в том. Тоже розовый. И снова закреплю его той же пудрой от Golden Rose. А на нижнем веке я, наверное, сейчас быстро повторю вот эти более нейтральные тона, то есть вот этот, вот этот и вот этот. Вот этих вот розовых я, наверное, буду все же избегать. Я не хочу, чтобы нижнее веко получилось слишком каким-то розовым, потому что может быть эффект вот этот вот заплаканности. Так, глаза на месте. И вы знаете, вот по итогу этот пигмент, конечно, красивый. Но мне кажется, вот то, как я его запомнила, в моей голове он был гораздо более красивым. Но, тем не менее, результат мне нравится. Но я это к тому, что вот фаворитов года я не зря показывала пигменты от KM Cosmetics, потому что от KM Cosmetics мне все-таки пигменты нравятся больше, потому что они создают именно такой вот прям вау-эффект. А в качестве тона я сегодня впервые буду пробовать Armani Face Fabric. И что-то как-то я пока скептически к нему отношусь, потому что это матовая тональная основа. Но, тем не менее, что? Давайте пробовать. Вот это оттенок номер 2. И он, кстати, достаточно темный, как мне кажется. И это очень муссовая тональная основа. То есть, такое впечатление, что прям как суфле какое-то. И что-то как-то темно, по-моему. Такое впечатление, что там просто процентов 90 силикона в составе. То ли мне кажется, то ли он пахнет каким-то стиральным порошком. Что-то я пока не понимаю. Что происходит? Вот сверху лежит. Заполняет все поры однозначно. Вот именно работает как праймер. Но покрытие, что-то я вообще как-то не наблюдаю. Где от него вообще покрытие? Не, ну слушайте, это что-то как-то даже неинтересно. Я не понимаю, куда я его наносила, а куда не наносила. Потому что такое впечатление, что он покрытия вообще не даёт никакого. То есть, все недостатки, которые у меня были, ну, разве что совсем-совсем-совсем слегка сейчас скрыты. Armani Face Fabric Ingredients. Ну, что и требовалось доказать. Это действительно слишком силиконовая тональная основа, потому что большая часть всех тональных основ у них на первом месте всё равно вода, а потом уже могут идти силиконы. Здесь же на первом месте силикон, на втором месте силикон. Потом у него также в составе ещё и бензиловый спирт, отдушка. Короче, это был первый и последний раз, когда я его наношу на своё лицо. То есть, я, по сути, могла вот только вот этот Blur Stick нанести на всё лицо и получить абсолютно тот же результат. Только Blur Stick стоит 400 гривен, а вот этот вот Face Fabric стоит всё-таки 49. Я, конечно же, хочу добавить какой-то glow. И я взяла жидкий хайлайтер от Golden Rose из линейки Metals. И это, кстати, розовый хайлайтер. Оттенок у него называется Pearly Pink. Бронзер Renaissance Glow от Makeup Revolution. Нужно уже заказывать новый, потому что этого, ну, может, максимум ещё на неделю хватит, пока он не раскрошится. И уже нельзя будет даже вот так вот по стеночкам собрать брови. Для бровей, в принципе, я использовала абсолютно всё то же самое, что и всегда. Карандаш Colourpop Dark Brown, карандаш от Vivienne Sabo, третий номер. И сегодня оттеночный гель для бровей от Rilouille взяла номер у него третий. А на губы мне прям что-то такое розовое-розовое захотелось. Прям вот в барби захотелось поиграть. И мне кажется, что я возьму помаду от Too Faced Melted, которая называется Melted Peony. Опять у меня сегодня такой макияж получился, который для меня это полностью выход из зоны комфорта. Помадку, наверное, всё-таки я сегодня сменю, потому что всё так розово, что аж тошно. Как бы там ни было, на сегодня у меня всё. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Это можно сделать, нажав на круглую конку вот здесь. И также можете посмотреть какие-то другие видео, которые сейчас рекомендует YouTube. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моём новом видео через несколько дней.